Иное измерение русской культуры Михаил Илларионович Михайлов Адам Адамыч Повесть Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава седьмая Вот собака воет невдалеке, Вот огонек мелькнул в глаза, Вот шумит, словно толпа бегущего народу, Вода, падающая из-под колес мельницы, Вот и серебро месяца рассыпалось По знакомым кровлям, и светлой лентой Синеет река, опушенная дрожащей зеленью. А вот собака притихла, Вот залаяла хриплым горлом громче и громче, Злее и злее. Рука Адама Адамыча стучит в калитку, Скрипит дверь мельниковой избы, Черная фигура заслоняет в окне свет. «Кто там?» Раздается голос Авдотьи, заглушаемый лаем пса, Который завязил уже рыло в подворотню. «Я!» Отвечает ночной путник. «Да кто ты?» Спрашивает Авдотья. «Я!» Отвечает снова немец. «Много вашего брата! Я да я! Всякого лешего знать! Говори имя, что ли!» Кричит наперстница мельничихи. «Адам!» Начинает было наш герой. «Да что ты дашь!» Прерывает Авдотья, торопясь отделаться от докучного гостя. «На что твою подачку-то? Что у нас? Постоялый двор, что ли?» «Я Адам Адамыч!» Произносит, наконец, немец. «Ах, батюшки! Да что же вы сейчас не сказали?» Говорит, переменяя тон Авдотья. «А я дура этакая! И не узнала по голосу-то!» Засов отодвигается. Щеколда гремит. И калитка предоставляет свободный вход пришельцу. Собака угомоняется. «Кто там, Авдотьюшка?» Кричит с крыльца нежный голос Касьяновны, картинно озаренный светом из-за полуотворенной двери. «Жданный гость!» Отвечает Авдотья. «Что есть в печи? Все на стол мечи!» Прекрасная мельничиха выходит навстречу своего почтенного друга, и очи его снегой покоятся на облитых луною белых, полных, пышных, лоснящихся плечах соблазнительницы, ибо на ней, на соблазнительнице, не накинуты даже кофты поверх юбки и сорочки. Когда Адам Адамыч вошел в комнату, приятный запах ужина начал нежить его обоняние. «Садитесь, садитесь, Адам Адамыч!» говорила мельничиха. «Я думал, вы уж спите!» сказал гость. «Какое! Мы вот все с этим проклажаемся!» сказала Касьяновна, указывая на стол. «К завтрим уготовим!» На столе лежал кусок сырого мяса с воткнутым в него ножом, кусок сала, кусок теста, кучка муки и скалка. Все это служило материалом, из которого хозяйка дома вместе со своей приспешницей Авдотьей приготовляла достойное олимпийской трапезы кушанье, называемое пельменями, которых и было уже наделано больше полусотни в широкой деревянной чашке. Обе дамы принялись за оставленную на несколько минут работу. Адам Адамыч снял охотничье бремя со своих плеч и, присутствуя уже не в первый раз при процессе заготовления пельменей, начал формировать пальцами шарики из теста и раскатывать их скалкую, а потом подкладывать поближе к хозяйке для должного начинения говядиной и салом. Бойкий разговор со стороны двух собеседниц почтенного Жолнобобовского наставника и отрывистые, хотя не лишенные приятности, ответы и замечания его самого сокращали однообразное занятие. Адам Адамыч не применил, между прочим, выставить на дружное порицание обеих дам скверное и двусмысленное поведение коварного Закурдаева и молокососа Петеньки. К одиннадцати часам работа была окончена, и за нею последовал ужин, вполне удовлетворивший моего героя. Именно что только было в печи, все явилось на стол, и густые, подбитые сметаной дымящиеся щи, и жирный гусь, и каша с творогом. Ужин кончился, рты сотрапезников были оттерты, и чашка квасу утолила жажду всех. «Спокойной ночи, приятного сна», говорит Авдотья, выходя из комнаты. Сальный агарок подобрался к бумаге, обертывавший его конец. Сало зашипело, светильня согнулась, бумага вспыхнула, уста красавицы погасили широкое пламя. Мрак и ночь воцарились в приютной горенке. Собака опять завыла, глядя на полный месяц, который безмятежно катится по звездному небу. Вода журчит, свергаясь через загородь плотины, и в хате Мельника все заснули и спят крепко и сладко. Но не спит судьба, бодрствующая над гибелью людей, и не спит Мельник Игнатьич в конурке своего доброго приятеля-мещанина Прохорова, торгующего разным мелким товаром, ветчиной и ржавчиной, битой посудой и козьим пухом. Игнатьичу предстоит славное дельце на завтрашнее утро, и заранее улыбается во мраке его полное лицо, и мысли самого усладительного свойства озаряют его мозг. По приезде в город Тучный Мельник успел уже заготовить одно приятное для своего благосостояния обстоятельство. А мещанин Прохоров по дружбе своей доставил ему хорошего покупщика, который объявил Игнатьичу, что купит у него всю заготовленную им муку по выгодной цене, если только она будет найдена им в желанном качестве. Завтра, завтра, думает Мельник, ворочаясь на постели, в девять часов приедет и посмотрит. А уж насчет доброты, это уж что и говорить, и сомнительства никакого нет. Жернова новые, труд голубчики молодецкие, тоньше пыли мучиться. Не то что, как он, в подзаборе перец, а не мука. Одно плоховато, угощением как бы не подгадить. Известно, человек непростой, не наш брат, мужлан, купец третьей гильдии. Кизлярка есть, шпунтик можно будет сварганить, закуска тоже хорошая, белая рыбица провесная, икра паясная. Вот бы к обеду-то того. Щи-то будут, а вот гуся-то малисовато осталось. А самим поди, не в догад. Эх, ма, плохо дыровато. Надо самому пораньше. Хотя соображения эти и очень занимали духовный организм Игнатича, однако тучная физика его была сильнее и превозмогла. Он заснул. Впрочем, сон его был некрепок, и на заре, только что забрежилось раннее летнее утро, мельник встал со своего ложа, надел длинный кафтан и вышел из комнаты. В сенях принялся он расталкивать рыжего мальчишку, храпевшего во всю Ивановскую. Парфенка, а, Парфенка, вставай, шемец. Ладь, поди телегу. Да напой буланку. Да вставай, дурень. Ну что ты зенки дотрешь? Вставай. Ишь ты. Поворотился. Говорят, тебе добром. Вставай. Говоря добром, Игнатич ткнул Парфенку ногой под бок. Такое дружелюбное внушение заставило мальчишку вскочить. Через несколько минут все было готово к отъезду, и Игнатич зашел только проститься со своим хозяином, который тоже уже не спал. Сообщив Прохорову свой план относительно возврата домой для приготовления дорогому гостю приличного угощения и передав ему просьбу сказать купцу, что его, мол, купца ждут на мельницу к девяти часам, Игнатич сел в свою таратайку и отправился на мельницу. Чувства его были так преисполнены радостью от ожидаемой выгодной сделки, что он не дал даже ни одного подзатыльника Парфенки, который на семи верстах к мельнице принимался десять раз дремать и то опрокидывался в телегу, то тыкался носом вперед, причем раз чуть не клюнул буланку взад. Когда телега остановилась у ворот мельникова обиталища и Парфенка припасал уже кулаки, чтобы ударить тревогу в ворота, Игнатич заказал ему шуметь, а спустился с телеги, поставил мальчишку себе на плечо и велел ему лезть через забор, чтобы не будоражить весь дом в такую раннюю пору. Ворота отворились, и хозяин дома вступил на двор. Тут первым предметом, попавшимся ему на глаза, была звонкобокая пальма, лежащая у крыльца. Предмет этот был так знаком мельнику, что не удостоился даже его внимания. Игнатич вошел в сене и взялся за ручку двери, ведущей в горницу, но тотчас же подумал, что отворить дверь попытка тщетная, ибо она, конечно, на крючке. Благоразумно рассуждая, что гораздо лучше разбудить сначала Авдотью в чулане, он уж хотел выпустить скобу из кулака, но дверь, поддаваясь самому легкому давлению руки, заскрипела на несмазанных петлях и стала отворяться. За занавесками кровати, стоявшей в углу горницы, слышалось легкое храпение. Но при стуке, произведенном затвояемой дверью, мельничего проснулась и с сонным голосом спросила из-за полога. — Это ты, Авдотья? — Нет, это я, Касьяновна, — сказал мельник. Марья Касьяновна с широкими от испуга и изумления глазами высунулась из-за полога. В ту же самую минуту глаза мельника наткнулись на охотничий кафтанчик Адама Адамыча, висевший на спинке белого стула и на другие принадлежности его наряда, помещавшиеся на плетенке того же стула. Страшная мысль мелькнула у него в голове, и он голосом, получившим интонацию большого набатного колокола, прорычал такие слова. — Ну что, глаза-то выпучило? Чего испужалось? — Я ничего не испужалась, — начала мельничиха, соединяя одной рукой распахивавшееся полотнюща полога. — Чего мне пужаться? — Чего тебе пужаться? — с глухим хохотом проговорил Игнатич. — А чьи сапоги? — Чьи? Адама Адамыча. — Любезный герой наш пробудился в ужасе при громком произнесении мельничихой его имени. — А камзол чей? — продолжал допрашивать мельник голосом, переходившим все во более и более густые тоны. — А штаны чьи? — Его же, — смиренно отвечала Марья Касьяновна, начинавший уже трепетать от звука мужниных слов. — А сам где? — спросил, наконец, Игнатич, держась руками за бока. — Сам он, — отвечала совершенно опешившая супруга. — Сам он. Тут последовала трагическая сцена. — Батюшка, не бей! — кричала мельничиха. — Голубчик, не бей! Адам Адамович собрался бежать. Мельник был совершенно погружен в пучину своего бешенства и в громе собственных речей не расслышал не совсем тихих движений Адама Адамовича. Но когда сей последний, облеченный уже в сапоги, выскользнул вдруг из-за полога и хотел было захватить по дороге все свое платье со стула, а потом дать тягу во дверь, Игнатич остановил его следующим перуном своей громоносной речи, оставляя волосы несчастной жены. — Куда, колбасник? Улизнуть хочешь, а? — Погоди, ты у меня не уйдешь! Я от тебя старого черта пручу! Парфенка! Да, Парфенка! Парфенка, впрочем, не явился. — Постой, погоди, ты что? Ведь ты, колбаса, такой же мужик, как и я! Что ты, дворянин, что ли? Подлые твои буркалы! — Треклятый ты, этакий черт! Да я в тебе, ребра, живого не оставлю! Мера терпения Адама Адамыча, наконец, переполнилась, когда жилистая и крепкая, как сталь ручища Игнатича, готовилась, по-видимому, заушить его или, по крайней мере, ухватить за волосы. Как только заметил он такой превосходящей границы всякого приличия порыв Мельника, тотчас же с удивительной ловкостью наклонился и вырвался из рук истязателя. Делом одной минуты было для него схватить со стула всю свою одежду и броситься к выходу, но Мельник не выпустил его без всякого вреда из своей хаты. Пяткой правой ноги дал он ему такого толчка в спину, что Адам Адамыч ударился головой о косяк двери и раскроил себе ухо. Ошеломленный, поруганный и взбешенный, не произнеся ни по услову, выбежал он в сене. Мельник и тут не оставил его без преследования, и, схватив что-то длинное и твердое в углу сеней, ни то метлу, ни то кочергу так хватил им в тыл злополучного немца, что тот слетел с крыльца, как говорится, шеметом. Тощая пальма, в которой никто никогда не подозревал способности лаять или кусаться, при виде горестного поражения своего хозяина и злодейственных поступков Мельника бросилась на Игнатища со свирепым лайм и принялась рвать ему широкие порты и кусать его за тучные ляжки. Как ни бил ее Мельник тем орудием, которым окончательно поразил Адама Адамыча, пальма не унималась и отстала только тогда, когда господин ее выбрался, прихрамывая с оборота. Мельник принялся было травить ее своей дворнягой, но дворняга не двинулась с места в погоню за пальмой, хотя и лаяла, вздирая морду кверху. Нет никакого сомнения, что по уходе Адама Адамыча разыгралась на Мельнице ни одна сцена самого трагического свойства и колорита. Но автор, не желая входить слишком далеко в семейные тайны, опускает здесь завесу на все мельничные происшествия и обращается прямо к главному предмету своего рассказа. Адам Адамыч на Мельничном мосту успел снарядиться как следует и исправить все не совсем приличное неглиже своего одеяния. При этом он с горестью заметил, что нет с ним пистонницы, которую он положил на столе в Мельниковой горнице, и что обронил он, вероятно, в сенях одну из подтяжек. Парфенка, повстречавшийся ему на мосту, увидав его туалет и смущение, немедленно смекнул, что дело неладно, а потому остановился, сделал какую-то весьма непристойную гримасу и потом задудил чуть не под самое ухо моего героя какую-то глупую песню о глиняной утке с двумя дырами в боку и в хвосте. Когда же Адам Адамыч отправился далее и, чувствуя сильную боль в правой ноге, очень заметно прихрамывал, Парфенка захохотал и закричал ему вслед. «Эх, ма! Куников-то пара, да и тени разом берут! Припонивай, пристяжной-то барин!» Странная вещь. Как накануне, когда Адам Адамыч вышел из города, чтобы идти к Мельнице, всякое явление умеряло его душевное беспокойство и вносило утешение в его разбитое сердце, так теперь каждый предмет, от попадавшийся на глаза нашему герою, производил в нем больше и больше тревоги. Мельничные колеса, казалось, подтрунивали над ним. Лошадь, ковылявшая на лужайке за мостом с треногой на передних ногах, как будто укоряла его, что и он ковыляет. Свинья, просунувшая глупую голову в плетень околицы, представялась ему живым укором, как будто говоря, что вот, дескать, «Я, веслоухая, с обоими целыми ушами, а у тебя, доброго человека, одно в кровь расшиблено!» Зеленые кобылки выскакивали из зеленой же травы, словно для того, чтобы показать Адаму Адамычу все преимущества своих ног перед его некорыстной парой. Даже само яркое солнце, весело горевшее на светлом небе, казалось, для того только сияет, чтобы озарять своими лучами всю глубину позора злосчастного немца. Грустно, страшно грустно было ему, и неизмеримо длина оказалась ему семиверстная дорога до города. Никакое утешение и не думало заглядывать в его сердце, и ниоткуда было явиться этому утешению. Возвратился Адам Адамыч в серенькие стены своей комнатки в то самое время, как семейство господина Желнобобова занималось распиванием чая. Никак не надеялся он прийти так рано и глубоко раскаивался в своем необдуманном решении пуститься вчера в ночь на мельницу. — Что бы мне идти сегодня, — думал он, — ничего бы подобного не могло случиться. Как покажусь я сегодня там? Под словом «там» Адам Адамыч разумел литературно-художественное собрание в доме любознательной и чувствительной вдовицы. Наведенный этой мыслью на обсуждение настоящего своего положения, герой наш тщательно обмыл холодной водой свое раненое ухо, залепил его английским пластырем и завязал черной косынкой. Потом принялся было выправлять свою хромую ногу, но ноги не выправил, а произвел в ней еще сильнейшую боль. Во время этой операции казачок Алешка явился звать Адам Адамыча кушать чай, но Адам Адамыч поручил сказать, что так как он ходил на тягу вальшнепов и только что воротился очень усталый, то просит чай прислать наверх в его комнатку. После чая засел он перечитать и несколько поисправить стоившее ему великих трудов стихотворное произведение на русском диалекте, приготовленное к вечеру Александрины. Он нашел в нем несколько погрешностей и потому рассудил переписать его снова. Для этой цели Адам Адамыч взял чрезвычайно красивый листок почтовой бумаги светло-лилового цвета с золотым бордюром и на него перенес не раз перемаранные строки своего стихотворения. Бесконечным казался ему настоящий день, потому что его беспрестанно тревожило ожидание вечера. Какое-то тоскливое чувство, нечто вроде предчувствия, не то горя, не то радости волновало его душу. За что не принимался он, читать ли книгу, курить ли трубку, мечтать ли, посидев минут с пятнадцать, он глядел на свои часы, думая, что время продвинулось на целый час к назначенному вдовую термину. Но время, как будто в пику Адаму Адамычу, шло чрезвычайно медленно. Сам собственноручно приготовил Адам Адамыч все, что должно было дать ему торжественный вид в этот вечер. И черный фрак, давно-давно сшитый и редко надевавшийся, и брюки со штрипками, и жилет лиловый с малиновыми цветочками, украшенный стеклянными пуговками. Праздничный жилет. Сапоги свои Адам Адамыч несколько раз обдувал и подносил к окну на солнце посмотреть, не потускнел ли их глянец. Стихотворение, свернутое трубочкой и обвязанное розовой ленточкой, лежало на столе, совсем готовое к прочтению. Но, как не занят был герой наш ожиданиями литературно-художественного вечера и приготовлениями к нему, беспрестанно втеснялась в его голову скорбная мысль об утреннем происшествии и тяжелым камнем налегала на его теме. Вечер, наконец, наступил. Пробило семь часов. Читано по изданию Сочинение Михаила Илларионовича Михайлова в трех томах Приложение к журналу «Пробуждение» Том 1. Петроград. Товарищество художественной печати. 1915 год.